Ну что, друзья, всем огромный привет, всем доброго времени суток, меня зовут Мишаня, мы сегодня по-прежнему продолжаем играть на Stonks Roleplay, все ссылочки будут в описании, если что, заходите, обязательно, ребята, регистрируйтесь и начинайте играть вместе со мной, потому что, друзья, я, наверное, еще раз вам повторюсь о том, что данный сервер, который я нашел, я считаю по-прежнему пока что на данный момент лучшим из всех серверов бонусных, крмпшных, в общем-то, друзья, где есть бонус в виде 300 миллионов, по реализации сервер очень четкий, пацаны, вы заценили прошлую серию очень хорошо, вы набрали очень хорошее количество просмотров, в общем-то, я установил еще плюсом ENB, сегодня мы, друзья, продолжаем смотреть этот сервер, и в прошлой серии я пообещал, что в сегодняшней серии мы посмотрим, получается, систему огородов, в общем-то, также администрация в GPS нам еще немножечко, тут помогла, также добавила, ребята, так, элитный район, эксклюзивные огороды, вот, и также покупку контейнеров, мы сегодня поедем, наверное, на покупку контейнеров, но сначала мы, наверное, поедем все же в эксклюзивные огороды для того, чтобы, ребята, попробовать эту систему, потому что рядом там стоят, получается, домики, которые, я думаю, можно прикупить, и можно будет уже, ребята, заниматься своими огородами, а еще также в прошлой серии, ребята, я покупал себе домик, вы, наверное, все это помните, ну, кто смотрел прошлую серию, и, к сожалению, у меня есть одна беда, да, ребята, я с ней сегодня, как бы, столкнулся вновь, это то, что у меня слетел, ребята, опять дом, да, ребята, как бы это смешно ни звучало, у меня снова, ребята, слетел дом, дом, короче, за налоги дома надо платить, то есть, чтобы он не слетел, надо платить за него налоги, это то, что я не делаю, а почему я это не делал, не делал я это потому, что я не знал, где это платить, так, ребят, нам нужно, я думаю, выехать куда-то вот сюда на дорогу, потому что надо сначала немножечко нам, думаю, разобраться, так, давайте выйдем вот сюда, на Красную площадь, это что, Красная площадь, что ли, серьезно, кстати, ребята, напишите в комментариях, как лучше картинка с ЕНБ или без, вот, мне будет очень интересно узнать, так, нам ехать, ребята, на самом деле, ну, довольно приличный такой, скажем, путь, нам стоит преодолеть, также нам нужно заехать на заправку, администрация мне также после видоса написали о том, что я заправлялся не совсем уж правильно, то есть, нужно же нажимать на НУМ-2, вот так вот тыкаем, 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 все, мы заправились и поехали, все, у нас списались деньги, машина заправилась и это всего лишь нужно было потыкать, ну, совсем чуть-чуть, серьезно, как бы, на НУМ-2, вот так вот это легко все заправляется, короче, потихонечку мы с вами в КРМП, ну, уже немножко к ней привязываемся, мне, что это очень радует, то, что сейчас, как бы, я немножко движок уже КРМПшечки побольше начинаю изучать, я раньше просто в КРМП, я, как еще раз могу повториться, я не играл вовсе, то есть, играл очень мало, а то и совсем, ребята, блин, ну, считай, ничего не изучал и ничего не понимал в этой игре, кстати, ГЛЕшка, я тоже хочу сказать, что неплохо едет, потому что, ну, блин, конечно, мы еще не занимались ни тюнингом, мы еще на нее не ставили номера, чтобы вы понимали, но так как у нас онлайн сейчас на сервере нету, я думаю, можно сделать и вот так вот, ребята, да, немножечко, как бы, по-нон-РП, но я, в принципе, ребята, РП, как бы, не люблю соблюдать, не то, что не люблю, я не умею это делать, но сейчас, как бы, сервер нулевый, пока что, по онлайну, то есть, он, как бы, в сети ноль, можно, я думаю, так и поделать, потому что я никому этим не помешаю. Так, у нас, ребята, заглох ГЛЕ, ай-яй-яй, Мерседес, ай-яй-яй, чё, пацаны, в поле, сжигаем Мерс, чё, чё по Литвину, как бы, нормально всё? Так, надо проехать по сельским дорогам, вот это вот оффроуд, я понимаю, ГЛЕ, чисто купил, чисто в лес, как бы, полетел, засадил его в лесу, блин. Так, а, знаете, какой вопрос, я сейчас не просто летаю, нет, я не просто так еду, я могу всё же доехать сейчас до автосалона, да, вот это, конечно, приключение. Ааа, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, давай-давай-давай, всё, всё, фух, засейвился, ребята, блин, это просто, я не знаю, это можно серьёзно уже в нарезке, какие-то нарезать, потому что у меня вот так, блядь, когда я доеду до, мне интересно, до дома, то есть до огородов, мне кажется, я просто разобью сейчас свой Мерин, засажу его где-то в лесу просто и, блядь, пойду пешком, останусь без этой тачки. А это очень плохо, ребят, пешком ходить, это такое себе, знаете, мне, мне не очень нравится, честно говоря, поэтому, блин, надо как-то всё же поаккуратнее немного есть, ёпта, ммм, давай-давай, Миша, молодец, красиво делаю. Так, у нас, ребята, вот они, огороды, да, вот она здесь метка, только здесь у нас почему-то забор, это, то есть никак сейчас не объехать, так, получается, я сейчас зря ехал, да, это, это очень печально, парни, нам надо в любом случае объехать, давайте попробуем объехать, подъехать к дому. Дома, ребята, здесь продаются, слава богу, я успел. Блин, нам чё, вон там аж выезжать? Ошалеть, это у нас... Блин, а вот жалко то, что, видите, у меня просто ещё Мэрин уже чуть ли не горит, поэтому нам в любом случае нужно перебраться как-то сейчас на ту сторону. Она, смотрите, ограждена насколько далеко, то есть мы доехали до этих, блядь, в натуре. Пацаны, мы, походу, отсюда не выйдем, ну, есть дорога вот эта, она куда-то ведёт, но она тупиковая, правильно? Да, ребята, она вроде как тупиковая, поэтому ладно. Короче, у меня пока что есть идейка, давайте мы просто пока что попробуем залететь на эти огороды. Блин, ну, где-то же в любом случае должен быть вход находиться, то есть, ну, въезд. То есть этих, этого забора не должно быть вот настолько много, серьёзно? Смотрите, ребят, насколько он далёкий. Да, да, он полностью, ребята, огорожён. То есть, объехать и въехать у меня, блядь, не получится. Хорошо, я понял, всё, ладно, полетели до домика, купим, наверное, себе сейчас какой-нибудь огород, какой-нибудь дом. Поедем, надеюсь, в банкомат, я плачу за это всё, и можно будет перереспаунить, кстати, тачку. Ну, возможно, можно будет и найти ещё поближе банкомат, вот, я считаю, потому что это вроде как, это не элитный район. Элитный район у нас, если по GPS вбивать, то это у нас, ребята, довольно далековато. Ну, в элитном районе, сами понимаете, там, блин, ну, так скажем, рублёвочка так, небольшая. Вот. Ну, а я хочу, ребята, затестить элитные огороды. Вот они, тут растёт марихуана. Огород номер 11, смотрите. Так, система огородов работает, это уже, опять же, очень хорошо, что я, в принципе, и хотел показать в прошлой серии. Давайте мы купим дом прямо напротив этих огородов. Прямо здесь, ребята, будет стоять моя тачка. Так, давайте я, наверное, куплю. У вас уже есть дом, чтобы купить новый, необходимо продать старый. О, шалеть, парни, я сейчас просрал, получается, что личные настройки, так, извините, дополнительно. Так, а статистика, да, вот, я хочу посмотреть. Нету ли GP? А где моя квартира, ребят? Вот какой у меня сейчас задался интересный такой вопрос. Что-то мышка не работает. Серьёзно, у меня где-то дом, а я об этом доме не знаю, да, как я понимаю. Кстати, а чё, почём здесь домики? Надо, мне кажется, у меня, получается, не слетел дом. Ежедневная квартплата 6000 рублей. То есть здесь она снимается как, с банкомата или... Я даже на банк ещё вроде деньги вложил. Короче, ну, стоимость у него 3 миллиона, ребята, дом. То есть, как бы даётся бонус 300, поэтому, ребят, залетайте. А чё, огороды, получается, их сейчас никак нельзя, что ли, посмотреть без этого дома. Серьёзно? Вы не владелец этого огорода. А как его приобрести? Фух, ну всё, друзья. Я считаю, что это просто, наверное, какой-то сейф. Спасибо огромное Дане Иванову. Это, в общем-то, администратор сервера. Наконец-таки, друзья, я сейчас, в общем-то, снова нахожусь в этом районе, который называется, ребят, Армейский. В общем-то, друзья, мне подсказали, как продать свою квартиру. То есть, это, в общем-то, команда Sell Home. То есть, я уверен, что хочу продать свой дом государству. А вам будет возвращена её стоимость за вычетом 40%. Ну ладно, продаём. В принципе, без разницы. 900... А, сколько? 900 тысяч? Да, 900 тысяч рублей я получил. Спасибо большое. Это чисто просто налог за продажу дома составил 70% от его стоимости. А, шалеть, друзья. Короче, я очень потерял много денег с продажи своего дома. Так, вот у нас есть, получается, домики. А есть домик и сразу огород. То есть, это, я думаю, что намного будет лучше, чем я хотел вон там дом купить, где там за домом огороды. Поэтому, наверное, он с той стороны. Да, ребят. Поэтому я, наверное, давайте даже выберу лучше... Давайте какие-нибудь вот здесь, сбоку, справа. Потому что здесь рядом прям с домами сразу разместили эти огороды. То есть, не нужно будет бегать за дом. И, в общем-то, там, короче... Ну, будет не очень удобно, чем вот здесь. Я буду подъезжать, вот, например, вот так вот к дому. Давайте я хочу выбрать какой-нибудь такой красивый дом. Ну, давайте вот этот. Пусть будет вон. Он как бы будет немножко так посередине. Не прямо возле въезда уже в сам посёлок. Поэтому давайте прикупим здесь. Так, здесь у нас огород 19, привязан к дому 539. Это же 539-й дом, я надеюсь. Да, это 539-й. Покупаем этот дом. Вам нужно заплатить за дом в ближайшем отделении банка GPS. Окей, мы заплатим. Всё, ребята, теперь мы поселились в доме. Вот так вот, ребята, выглядит интерьер. Прикольненько. Так, и полетели. И теперь, ребята, у нас, в общем-то, теперь есть ещё одно такое, скажем, задание. Экзит. Так, давайте напишем. Выйти. Это, получается, затестить, ребята, огород сам по себе. Как он работает. Тут вот так вот двери открываются, закрываются. Так, в процессе роста 42 минуты. То есть, смотрите. Огород растёт. Через 42 минуты я смогу собрать, получается, то, что я вы... Ну, то, что сейчас вырастет марихуана. И после этого я её могу продавать. То есть, за это я буду получать деньги. Вот так вот это примерно, ребята, выглядит. Посмотрите. Зацените. Это очень классно, ребят. Очень классная система. Я давно, честно, не встречал сервера, которые, в общем-то, будут настолько, ребята, сделаны. Очень красиво. И, честно говоря, вот прям достойно уважения. Мне прям очень заходят все системы. Как это всё реализовано. Блин. Вот серваку в натуре просто большой респект за то, что они, в принципе, уже смогли сделать. И за то, что делают. Сервер, ещё, повторяюсь, он как бы до сих пор в разработке, если что. Поэтому, друзья, примерно вот такая вот ситуация. Да. Ну, что, друзья. Я думаю, в принципе, огороды мы как бы посмотрели. А, конечно, продажу самого стаффа мы ещё, ребята, давайте, наверное, посмотрим, я думаю, в следующей серии. Возможно, ребята, на стриме, потому что я собираюсь ещё стримить. Теперь мы давайте посмотрим, ребята, пожалуйста. Я прям очень хочу. Я, честно говоря, наверное, в основном здесь ждал в этой серии вот только, наверное, это событие, когда мы поедем до покупки контейнеров. В общем-то, да, ребята, сейчас мы туда поедем. И я ещё хотел, ребята, также показать систему номеров сегодня, потому что я в ГАИ так и не получил, кстати, номера на ГВЕ. Я до сих пор их, ребята, не приобрёл. Я до сих пор не поставил тачку на учёт. То есть, тачка у меня ездит до сих пор без учёта. То есть, не на мне. Хотя, друзья, туда, куда я приезжал в прошлой серии первый раз, там можно было оформить тачку. Но я почему-то, друзья, этого не сделал. Ну, видимо, ребята, просто запутался немного. Так, карта. Нам нужно, ребята, до Кудова добраться. Это, считай... А, ну, просто чисто по прямой можно даже здесь поехать. Надеюсь, что никаких сейчас заборов не будет. Хотя, ребята, это маловероятно. И мне кажется, что они сейчас и будут, да? Ну, не дай бог, конечно, ребят, не дай бог. Конечно, можно перелететь, я думаю. Ну, прям по рельсам точно мы не поедем. Мы же не быдло. Ну, что, друзья, вот они, эти контейнеры. Та самая система контейнеров, которых я, на самом деле, очень ждал. И очень хотел затестить, посмотреть, что же здесь может и вправду выпасть. Поэтому, друзья, давайте попробуем купить какую-то партию контейнеров. В принципе, здесь мы можем покупать как бы абсолютно любую. То есть, какую только захотим. Просто, главное, подойти. Арабские эмираты. В общем-то, здесь есть у нас контейнеры. Давайте мы попробуем их, в общем-то, купить. Нажимаем буковку Alt. Давайте мы даже вот так вот сделаем. Просто выключим фут. Это будет очень прикольно. Укажите цену выше первоначальной. Ну, давайте, в общем-то, здесь сколько у нас? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Это у нас сколько? Раз, два, три. Раз, два, три. Это у нас 10 миллионов. Давайте 11 просто ставим. Раз, два, три. Раз, два, три. 11 миллионов просто пуляем. И теперь у нас буквально 28 секунд до выкупа контейнеров. В принципе, фигня вообще. Можно как бы подождать, я считаю. Поэтому, как бы, это не затруднит. Единственное, я не понимаю. Ну, содержимое транспорт пишется. Это что очень хорошо. Кстати, здесь везде транспорт? Видимо, да, ребята. Тут, наверное, везде будет транспорт. Конечно, обновить бы еще контейнеры, еще бы побольше. Было бы тоже прикольно и интересно посмотреть на большую систему контейнеров. То есть, там, может, вещи какие-то. Ну, хотя, транспорт это намного интереснее. Ну, что, друзья, давайте попробуем открыть. Раз, Кадиллак, ребята. О, па-цы. Это у нас, ребята, стоимость которого... Так, это у нас контейнер, да, показывается? Так, а как этот... Погодите, а как его забрать? Принятие... А, ну да, надо... Вот, все. Государственная стоимость это 3,1 миллион получаем. Да? Но я не окупился нихуя. Оставить себе. Ну, давайте мы себе этот автомобиль оставим. Так, я думаю, даже его можно здесь загрузить. Давайте нажмем Car. Кадиллак Эскавейд. Загрузить транспорт. И, в общем-то, где он у нас появится? Так, надо включить ход, я думаю. Так, Car. И... Кадиллак Эскавейд. Отметить транспорт. И он, ребята, находится вон там. Так, пусть, ладно, он у нас там пока что стоит. Он пока что мне не нужен. Или это ГЛЕ стоит? Сдалека ГЛЕ, да? Хотя я Кадиллак спауню. Вроде как. Правильно, ребят? Или я туплю сейчас? Ладно. Давайте купим еще один. Попробуем купить вот этот контейнер. 11 миллионов. Раз, два, три. Далее. Да, и пусть пока он выкупается, я пока что пойду заберу. Это у нас, ребята, ГЛЕ, да? А где наш Кадиллак? Или что у меня со зрением? Нет, со зрением у меня все нормально, ребят. Car. Кадиллак Эскавейд. Смотрите. Так, отметить на карте. Он у нас, получается, показывается как Мерседес. Ребят. Это что? Это обман? Похож на туман? А вот если этот... Так. Ладно. Давайте, знаете, как сделаем? Car. Мерседес Бенц. Выгрузить транспорт. А Кадиллак Эскавейд выгрузить так тоже. И еще раз, ребята, его загрузить. И еще раз, ребята, Кадиллак Эскавейд отметить на карте. Он вообще, блядь, в каких-то ебенях появился. Спасибо. Блядь. Ладно. Так. У нас там, ребята, уже контейнер выкупился. Надо до контейнера бежать. Контейнер смотреть. Мне как бы контейнер уже купил. Надо, пацаны, посмотреть, что я там хотя бы купил. Так. Во. Давайте посмотрим. Это, ребята, ответственный момент. Так. Хуяк. Это у нас, ребята, что? Мерседес. Так. Что у нас по цене, ребята? Давайте посмотрим тоже, как бы посмотрим, что он у нас сейчас стоит. Ну, давайте тоже, ребята, оставим себе. Почему бы, ребята, и нет? Потому что губа не дура. Так. GPS. Car. Кадиллак Эскавейд. Ёпта. Назад. Кадиллак Эскавейд. Загрузить транспорт. И вот он, ребята, наш Кадиллак Эскавейд. Я его, в общем-то, тоже прикупил. И теперь мы можем, ребята, на нем просто рассекать. Так. Ключ не вставлен. Это у нас, получается, двоечка. Кадиллак Эскавейд. Вставить ключи. И ебанись, что за машина, пацаны. Вот, честно говоря, я просто в шоке. Машина очень крутая. Очень большая. Просто в натуре корабль. Машина бомбовая в натуре. Так. Ладно. На ней можно отправиться. Во-первых, к нам нужно, ребята, вообще заехать. Я вот что напомню. Общественные места. Нам нужно заехать. Ребята. Банк. А мат. Это государственный, да? Тюрьма. Правительство. Хорошо. Базы. Банк. Не то. Вот. Банки. Центральный банк. Это у нас далековато. Да? Как я понимаю. У нас есть что-то в этом городе? Вот в этом городе у нас что-то есть? Банки. Банк развития. Так. Это у нас... Во. Во-во-во-во. Прям банкомат, ребята, выпал прям у нас в городе, где мы только находимся. Ребята. Ой. Сенбэй как бы и правда, ну согласитесь, ребята, очень прикольно все выглядит. Я, ребята, прям очень рад. Сенбэй вот графика у него прям какая-то такая насыщенная прям стала. Молодец. Кстати, бизнес продается, ребят. Открыть новый счет. Давайте. Так. Видите название для нового счета. Миллионер. Не знаю. Пин-код 0-0-0. Мои счета. Миллионер 1. 0-0-0-0. Так. 0-0-0. Так. Что нам нужно сделать? Положить деньги. Переименовать счет. Извините. Пин-код. Так. История. Положить деньги. Ну давайте мы еще лямов 20 положим. Все. Пусть у нас 20 лямов тут лежит. Так. Перевести на другой счет. Это что? Так. А если нам нужно заплатить налоги? Это где? Платить налоги это же в банке нам надо. А вот. А платить за... Заплатить за дом. Давайте ежедневная квартира 6 тысяч. Ну давайте лям положим. Ага. Так. Нельзя. Давайте, короче, соточку кидаем. 100 тысяч нормально. Да ёпта. 50 тысяч вот. Забери. Да ёпта. Так. 40. 40. Братуха. Ааа. Ёпта. Насколько дней вы хотите оплатить? Вот ебил ёпта. Я пишу что-то... Но я хочу 30 дней заплатить. Или 29. Все. 29 дней. Отлично. Так. Теперь пацаны... А это что у нас? АЗС. Оплатить аренду за... Ага. Еще бы я за бензин платил. Блядь. Я его и так заправляю. Еще за него и платить. Так. GPS. Ааа. Остальные места нам нужно тоже, ребята, найти. Общественные не то. Нам нужны, ребята, в общем-то... Так. Ну. Нам это не надо. Государственные организации. Вот. Дорожно-патрульная служба. Ребята, нам на нее нужно добра... До нее нужно добраться. А ехать, ребята, нам до нее... Вообще, ну так-то нормально, я скажу. Да. Ребят, нам лететь до нее... Тулить? Ооо, шалеть, парни. Это просто очень далеко. Короче, я думаю, я полетел. Зарегистрирую, наверное, все тачки свои, которые только есть. Вот. Посмотрим, что выпадет по номерам. Ну. Я, конечно, на лучшее не надеюсь. Но надеюсь, потому что у меня Cadillac сейчас чисто вот три шестерочки как бы выпадает. И все. Можно на туре уходить в отпуск. И можно, ребят, заканчивать. В принципе, совсем. Ладно, это все шутки. Я полетел до ГАИ. И уже на ГИИ включимся. Фух. Ну что, друзья. Наконец-таки я добрался до этого города безумного. Где находятся, в общем-то, наши ГАИ. Где мы сможем заправить наш автомобиль. Так. А вроде как я правильно поехал. Ребята, выбрал дорожно-патрульные... Патрули какие-то. Надеюсь, что там, ребята, будут наши... В общем-то, номера находятся. То, что там можно будет оформить автомобиль. На что очень сильно надеюсь. Потому что администрация писала предыдущим роликом, что именно в то первое место, в которое я приезжал, и была система номеров. Но почему-то я, ребята, не увидел. То есть, в ГИБДД я не обнаружил это. Не знаю. Возможно, я был слепым. Ну, давайте выйдем, как бы проверим. У нас, в принципе, есть еще одна возможность. Это не проблема. Так. И здесь где-то у нас можно получить, наверное, номера. То есть, есть у нас страховочка здесь. Так. Но только где? Вот. Единственное, нужно понять, ребята, наверное. Так. Регистрация. Вот. Давайте подойдем сюда. Но опять же, эти тут никаких меток нету. Да? То есть, мы смотрим. А, вот. Номера. Вот. Все. Получение номеров. Давайте теперь выберем собственный регион. Наверное, выберем 174. Нет. Давайте, наверное, просто 74. Это Челябинская область. Далее. Это только трехзначные регионы. А, понял. Так. Ну, давайте 174. А, 774 есть? Ну-ка, мне интересно. 774. Давай. Все. Я купил регион 774 за 7... Так. А, погоди. Не понял. Погоди. Стой. Рандомные номера. Купить. РСХ-672. Вы купили номер формата РСХ-672. Так. Ладно. Это у нас на Кадивак, что ли, выпал номер? Так. Ладно. А если выбрать кар? Например. А, ну да. Да, ребята. РСХ-672-774. То есть, теперь мы можем выбрать, выгрузить транспорт. Давайте нажмем Mercedes-Benz. Загрузить. И так. Вы слишком далеко. А, блин. Я думал, сразу можно номера поставить. Ну, в принципе, друзья. Это как бы не беда, если что. Поэтому давайте мы, если что, загрузим сейчас. Кадивак? В смысле? Блин. А ты где? А, шалеть. Как он далеко. Ух. Ребятки. Вот это, конечно, беда. Ладно, друзья. Ну, в принципе, сегодня была у нас очень насыщенная серия. Поэтому, друзья. Обязательно поставьте свой палец вверх. Потому что, ребята, пальцы вверх очень-очень хорошо помогают в развитии канала. Поэтому, друзья, вы можете поставить лайк. Подписаться на канал. Это в первую очередь нужно вообще делать на канале. Это подписываться на него. Ну, и обязательно посмотрите хотя бы один видеоролик. Вот. Написать комментарий. Лайкусик. Мне будет очень приятно. Всех люблю. Все ссылки будут в описании. Всем до новых встреч. Всем до новых видосов. Всем удачи. И всем пока-пока.